Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это гайд на систему гнездования в The Isle of Rima. Ну а перед началом нашего ролика хотелось бы выразить огромную благодарность серверу Age of Dina за предоставленную возможность съемки на их сервере. Все ссылочки на их Discord и сайт будут в описании. Также хочется выразить отдельную огромную благодарность нашим постоянным подписчикам и друзьям канала. Это Монтагю и Анна Китти. Спасибо, друзья, за помощь в съемке гайда. Ну и давайте, наверное, самого главного. Гнездо ваши динозавры на карте Islaspira могут поставить практически на всех локациях на карте. Но для успешного и хорошего потомства на карте есть гнездовые угодья. Их всего три. Первое. На Саус-Ист, на запад от Дамбы. От Саус в сторону залива. И третье. Это на юг по каньону от высохшей реки. Гнездовые угодья предоставляют вашим гнездам и потомству хорошие бафы. А значит, успешное гнездование будет на 100% и ваши яйца менее будут гнилыми. В игре есть два вида гнезд. Собственно, это насыпные гнезда и мусорные термитные. Чуть позже я вам расскажу, какому виду динозавров предпочтительнее гнезда. Итак, чтобы начать гнездование, ваш динозавр должен иметь рост Адолта и 80% роста. Итак, первое. Обязательно добавьте игрока в свое патте. Одновременным нажатием и зажиманием клавиши N проведите анимацию ухаживания, чтобы вступить в пару. Далее, через клавишу Tab проверьте, создали ли вы пару. Ваш партнер будет высвечиваться в левом нижнем углу статус Report. Если вы хотите разрушить пару, правой кнопкой мыши нажмите на статус Unpair. Далее, у таких динозавров, как тенантозавры, гнезда насыпные. Обязательно выберите ровную поверхность. Чтобы поставить гнездо, нажмите клавишу N. Независимо от пола динозавров, любой игрок может поставить гнездо. Насыпные гнезда работают по системе рытья. Если вы все сделали правильно, у вас появится определенная иконочка в игре. Далее, зажимайте и удерживайте клавишу B, чтобы начать строительство вашего гнезда. По завершению строительства гнезда самка должна отложить яйца. Делается это удерживанием клавиши E. Также не забывайте, для хорошего и здорового потомства вам нужно хотя бы иметь два нутриента в запасе. Далее, когда кладка завершена, через Tab и Nest можно проверить всю информацию про наше гнездо и яйца. Здесь указан никнейм игроков созданной пары, процесс инкубации в процентах. Также мы видим здесь, сколько мы отложили яиц и, собственно, температура гнезда. Оптимальная температура гнездования от минус 40 до плюс 40. Чтобы видеть ваше гнездо, зажмите клавишу Q. По нюху вы определите его местонахождение. Когда инкубация проведена на 100%, через Tab и Nest мы можем приглашать игроков в гнездо. Есть два варианта приглашения. Сделать наши яйца публичными, либо с помощью специального кода, который написан у вас в статусе NestStats, сделать его приватным. То есть с помощью специального кода, которым вы поделитесь с игроком, только он сможет войти в ваше гнездо. Обязательно досмотри гайд до конца. Я все покажу, как это делать. Когда в наше гнездо попросится какой-то игрок, над гнездом мы увидим восклицательный знак. Здесь в XStats мы можем нажать «Принять» либо «Отклонить». Сейчас мы принимаем игрока в наше гнездо и посмотрим на его рождение. Мы успешно провели первое наше гнездование. Запоминайте сразу. За ростом и здоровьем питания малыша вам придется следить примерно до 20% его роста. Кормление малыша происходит нажатием клавиши «Е». Самое главное, чтобы в этот момент игрок также нажимал «Е». Вы покормите малыша, отрыгнув ему немножко еды. Также не забывайте, что все те нутриенты, что есть у вас, передадутся вашему малышу. Теперь рассмотрим гнезда мусорно-термитные. Здесь немножко все сложнее. Рассмотрим на примере корнотавра. Удерживая клавишу «Кью», вам придется вынюхивать тот самый мусор, который будет спавниться неподалеку от того места, где вы поставите ваше гнездо. После того, как вы нашли кусочки мусора, нажмите на клавишу «Джи». Ваш динозавр возьмет его в пасть. А дальше все просто. Подносите к месту строительства вашего гнезда и нажимайте «Е». Шкала под низом гнезда будет указывать на то, насколько завершен процесс строительства гнезда. Мусорные гнезда работают немного иначе, чем те же насыпные. Насыпные нужно греть, а с мусорно-термитными иногда со временем вам придется вынюхивать и подкладывать тот самый мусор в гнезда, чтобы согревать яйца. Не забывайте, что за температурой и процессом инкубирования яиц можно смотреть через стаб. А теперь запоминайте, у кого из каких видов динозавров в игре «Насыпные и мусорные гнезда». Итак, первое. Птичники. Ютораптор. Насыпное. Корнотавр. Мусорное. Тиранодоны. Мусорное. Таинозух. Мусорно-термитные. Травоядные. Триозавр. Насыпное. Тенантозавры. Насыпное. Гипсилофодоны. Мусорные. Пахицефалозавры. Насыпное. Стигозавры. Насыпные гнезда. А теперь давайте посмотрим, как же попасть в гнездо на каком-нибудь сервере. Прежде всего, вам нужно зайти в главное меню выбора вашего динозавра. Далее нажать на индикатор X. Если на сервере есть готовые яйца динозавров, слева в колонке у вас появится информация о виде гнездящихся динозавров. Здесь вы можете прожать на любой вид, нажать «Подтвердить». И, собственно, ждать, пока вас пригласят в гнездо. Либо, как говорил ранее, с помощью определенного кода прописать его по приглашению друзей и также нажать «Подтвердить». После того, как вас примут в гнездо, нажимайте «Пробел» до тех пор, пока не произойдет вылупление малыша. Нажмите еще раз «Пробел», чтобы ваше дитё встало. Как говорил ранее, зажимайте клавишу «Е», чтобы выпрашивать еду у родителей. Вы получаете эти нутриенты и пищу, что есть у ваших родителей. Надеюсь, что данный гайд вам очень будет полезен. И я достаточно информативно донес до вас всю систему гнездования. Если у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, не стесняйтесь. Также обязательно вступите в наш Дискорд и в нашу группу ВКонтакте, где есть самая актуальная информация по The Isle Evrima. Также у нас есть собственный сайт, где достаточно много гайдов по The Isle Evrima. Все ссылочки будут в описании. Ну а также обязательно подпишись на наш канал, прожми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, гайды и стримы по The Isle. И не забывай ставить лайк. Всем хорошего выживания.